Друзья, приветствую! Тут, как всегда, мы попадаем на неожиданные новости. Друзья, сейчас сразу можете, кто включается, там из наших пока Слава, коль бы обычно, кто еще? Андрей. Андрей, привет. Значит, друзья, то, что сейчас произойдет, буквально я сейчас из комнаты отдыха Анатолида Ашиевницкого, мы с утра ведем переговоры с представителем торгово-промышленной палаты европейско-арабских стран. И, друзья, просто то, честно могу сказать, мы сейчас прослушали, но я вам могу сказать уникальнейшую лекцию Анатолида Анатолида Ашиевна. Я прям просто пожалел. Завтра у нас будет встреча, прилетает как раз президент торгово-промышленной палаты. Мы будем на Экотехнопарке, и там я попросил, чтобы в прямом эфире я включил вам трансляцию, потому что то, что сейчас говорил Юницкий, друзья, такого вы никогда не слышали. Просто жалко, что не делается запись, что мы это не показываем, потому что это уникальная, друзья, информация, уникальные вещи. А сейчас я отошел, сейчас готовится такая некая процедура. Президент торгово-промышленной палаты предложил Юницкому стать почетным вице-президентом торгово-промышленной палаты европейско-арабских стран. И в мае уже готовится большой форум, где будет президент Чехии, президент Словакии, где будут премьер-министры, и приедут руководители четырех арабских стран. И Анатолий Дуарович уже будет там как почетный вице-президент именно встречать гостей, и там это будет уникальнейшее событие. И, Франтишек, прошу тебя два слова, то есть это вот тот человек, который все это организовал, он тоже является вице-президентом. Так, давай вот сюда сяду, а то на солнце нет. Вице-президентом Пэта, пожалуйста, Франтишек, буквально два слова прокомментируй, что сейчас произойдет. Я поздравляю вас, дорогие друзья, мы сидим здесь в офисе господина Юницкого, а господин Юницкий будет подписать предложение стать почетным вице-президентом торгово-промышленной палаты арабских стран. Да, 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 я в Словакии, потому что я у меня, я есть тоже вице-президент, тоже. Это торгово-промышленная палата, но Анатолий Дуарович будет почетным вице-президентом, то есть это, друзья, чтобы вы понимали, сегодня почетный президент этой страны, этой палаты, это бывший президент Словакии. То есть Анатолий Дуарович станет почетным вице-президентом вместе с президентом бывшим Словакии. То есть это для того, чтобы в мае на форуме у Анатолия Дарча был соответствующий статус на этом форуме. То есть вот, друзья, поэтому я думаю, что это очень значимое. А завтра мы вам дадим прямую трансляцию именно... Сейчас тогда переключусь сюда. А завтра мы дадим прямую трансляцию уже с Эко-технопарка, где будет именно президент этой торгово-промышленной палаты. Приезжает большая делегация, как мы говорили. Это новый этап переговоров вообще с арабскими странами. Поэтому сразу могу сказать, что это для нас сюрприз. То есть сегодня приехал секретарь этой палаты. И вот сейчас в ходе переговоров он прям дал предложение от президента. И Анатолий Дуарович дал согласие прямо сейчас. И прямо вы в прямом эфире сейчас увидите, как Анатолий Дуарович подпишет это предложение стать почетным вице-президентом торгово-промышленной палаты арабских стран. И именно для того, что... И там же будет официально приглашение на вот этот вот... В мае будет этот форум, где приедет 60 самых влиятельных бизнесменов Ближнего Востока. Где, я говорю, встречать их будет президент Словакии и президент Чешской Республики. И только что сказал, когда Анатолий Дуарович задал вопрос, а что мне это даст, зачем мне принимать предложение стать почетным вице-президентом, он сказал, что вы будете стоять в линейке людей, которые будут встречать этих богатейших людей Ближнего Востока. И, соответственно, он перечислил, кто будет стоять рядом с Анатолием Дуаровичем. Он говорит, там будет стоять президент Чехии, Словакии, премьер-министр Чехии, Словакии, ряд министров. Президент это бывший президент торгово-промышленной палаты арабской, это бывший президент Словакии. И, соответственно, богатейшие люди, которые приедут, уже буквально сейчас обсуждается, что через две недели сюда приедет в Эко-технопарк человек, который по влиятельности и по состоянию где-то номер два на всем Ближнем Востоке. Это тоже через торгово-промышленную палату. И я могу сказать, что сейчас подготовлены документы нашей организации Skyway Capital как инвестиционный фонд. Мы тоже входим в эту торгово-промышленную палату. Это тоже нам поступило такое официальное предложение. И Skyway Capital буквально сегодня подпишет так же документ. Мы просто не думали, что так стремительно будут развиваться события. Мы готовили эти документы. И мы тоже входим в эту европейскую торгово-промышленную палату взаимодействия арабских и, соответственно, европейских стран для того, чтобы продвигать проект. Поэтому, друзья, я считаю, что это не просто новость. Это действительно новый этап. Это действительно очень серьезное приглашение. И теперь для статуса как почетного вице-президента Анатолий Дуарович будет не просто как инженер-руководитель научной школы, а именно тот, который разрабатывает стратегию. Еще, друзья, сделаю некий комментарий к тому, что сегодня говорил Юницкий. Я просто пожалел. Я говорю, Анатолий Дуарович, давайте я буду настаивать. Такие вещи надо записывать и надо показывать в перископе. Потому что я честно могу сказать, мы сегодня, вот уж поверьте, я знаю Юницкого 17 лет, Алексей, Франтишек, Солар, мы сегодня сидели, не просто открыв рот, слушали то, что сказал сегодня Юницкий, я никогда ни разу не слышал. И, друзья, поверьте мне на слово, я слышал его уже 1054 раза. Вот, и таких вещей, которые, и я им сказал, что Анатолий Дуарович, это надо записывать. Это должно оставаться в записи, это должно оставаться, потому что повторить это невозможно. Завтра у нас будет с вами, я делаю некий анонс, в районе 12 часов мы уточнимся, мы будем в Экотехнопарке. И мы как раз будем обсуждать, друзья, создание еще одного центра струнных технологий, Скайтека. Вот Франтишек Солар сегодня уже ведет обсуждение создания европейского центра. И также буквально, Франтишек, когда 7-го договорились, да, 7-го марта где-то? 7-го, 8-го, я... Да, то есть прилетает тоже один из богатейших людей Европы уже, то есть я правильно говорю, что он реально очень богатый человек, партнер, который будет по... Партнер, инвестор. Да, он инвестор, это реально человек с миллиардным состоянием. Он прилетает для того, чтобы уже обсуждать вопрос по созданию европейского центра Скайтека в Словакии. Словакия – это уникальная страна, это центр Европы, это граница с Веной. Так, там готовы подписания, Франтишек, ты меня, это самое... Так, друзья, ну давайте тогда в прямом эфире, сейчас вы все это увидите, чтобы не быть голословным. Вот видите, здесь все собрались. Анатолий Дуарович, пожалуйста, так сказать, это чтобы не быть... Вот видите, Анатолий Дуарович и буквально, друзья, еще раз я скажу, что было сделано предложение прямо сейчас. Вот мы прервались на несколько минут, чтобы запечатлеть. Вот тут, Женя Петров, это у нас наш, так сказать, сегодня... Видели, это один из авторов манифеста Skyway, который вышел в журнале «Транспортная стратегия». Поэтому мы этот момент сейчас запечатлим. Ну а я вам в прямом эфире показываю с разрешения Анатолия Дуаровича, что вот такое событие, и вы действительно будете... Я думаю, что это очень важно для тех, кто болеет и понимает про проект Skyway, будет понимать значимость, так сказать. Значит, вот Алексей Суходоев, Алексей по этой самой... Франтишек Соллар. Вот Виктор Бабурин готовит документ, который передали президенту. А это вот наш такой... В Словакии... Анатолий Дуарович в прямом эфире. Такие события... Словакия для нас особая страна, да? Она небольшая, но, как ни странно, она сейчас дает больше всего инвестиций. Это самый крупный инвестор, да? Нет, ну да, просто в части краудинвестинга, да? Да. Ну именно из Словакии приходит сейчас и самый крупный инвестор. Да. Который вот вложит по миллиону долларов до смены дисконт. Да, об этом уже говорили, да, так сказать. И Франтишек Соллар это подтвердил, и это будет, надеюсь, тоже в прямом эфире. Именно Словакия очень, честно, серьезное партнерство с арабскими странами. Как ни странно, да? То есть Словакия становится центром событий таких серьезных, вокруг кого? Ну и Анатолий, что с Франтишеском обсуждали, что там, когда 7 числа, приедет крупный партнер, крупный акционер для того, чтобы центр струнных технологий в Европе делать. Поэтому предложение вот стать почетным вице-президентом по жизни торгово-промышленной палаты арабско-словацкой, ну для меня это очень почетно, важно и значимо. Поэтому я с удовольствием подписываю этот документ. Ну все, друзья, давайте в прямом эфире, вот вы прям видите, как Анатолий Эдуардович подписывает предложение стать почетным вице-президентом торгово-промышленной палаты арабской и словацкой. Все, друзья, поздравляю. Анатолий Эдуардович, я вас поздравляю. Такого у нас еще в прямом эфире не было. Естественно, друзья, это будет потом официальная новость, вы все увидите, прочитаете, все поймете, так сказать, это и печать. Добро пожаловать в палату. Спасибо. 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 Пожалуйста. Мы уверены, что это будет серьезная работа. Я убежден в этом, что это так. Мы обсуждали, что видно, что наша сотрудничество, она очень серьезная. Мы видим, что наша соотношение, и мы видим, что это будет серьезно. Спасибо. И тогда два слова по майскому мероприятию, то есть просто, почему этот статус дает тогда... Виктор, переведешь, да, по это самое? Просто, чтобы пояснили, почему это важно именно к майскому форуму, который будет вот с участием очень высокопоставленных... Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что это очень хорошо для компании «Скайвэй». Я думаю, что это очень хорошо для компании «Скайвэй». Виктор. Это важно для компании «Скайвэй», что Анатолий Юницкий будет разговаривать с гостями из арабских стран во время майскому форуму. не как один из приглашенных гостей, а как член непосредственно торгово-промышленной палаты... Почетный член. Почетный вице-президент. 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 Почетный ваш субботник за featheredes совершить закономительные отношения между meaning and country целой. Эту этого überzeugению изобретения между большевых и сильными расширями между большим интервью иーン ح BeingOSS и арабским商ами. Основная идея мероприятия — это установление деловых контактов бизнесменов из Чешской Республики, из Словакии и представителей бизнеса из арабских стран для совместной работы. Словакий шамбер — это означает, что он один из участников в названии Словакии. Как Словакий шамбер говорит, что вы участниками Словакии в этом шамбере, вы можете быть один из участников, которые приглашают посетителей из арабских стран в Словакию. Участвуют не в статусе гостя, а в статусе члена управляющего органа, вице-президента, который будет непосредственно встречать гостей. Как непосредственно основной представитель торгово-промышленной палаты, арабо-словакской торгово-промышленной палаты, он приложит все свои усилия для того, чтобы продвинуть Skyway в странах Российского Зарьева. Я желаю вам хорошего счастья! Спасибо! Спасибо! Все, друзья, ну это супер, так сказать. Ну, друзья, я всех поздравляю еще раз, это очень важная события. Давайте так сейчас... Все, Анатолий Дуанович, я тогда сейчас... Только первый день. Да, у нас еще два дня визита, видите, в первый день у нас без новостей не бывает. Еще раз, Анатолий Дуанович, я просто сказал, чтобы вы подтвердили, что это было неожиданное предложение, прямо во время переговоров. И это наш теперь такой общий друг сделал такой сюрприз прямо нам сейчас. У него, оказывается, было заготовлено уже и приглашение на форум, и предложение стать почетным вице-президентом. Но в начале переговоров мы этого не знали. Анатолий Дуанович... Узнали буквально 10 минут назад. Узнали 10 минут назад. Вот такие сюрпризы нам умеют делать наши друзья. Я тогда чуть прокомментирую. Там все, спасибо, так сказать. Давайте я... Друзья, я просто выхожу сейчас, тут дальше будут продолжаться переговоры. Вот, это... Ну, просто, представляете, да, что... Он говорит, что я очень уважаю ваш проект, я очень, когда прослушал, и говорит, у меня вот такое предложение, что будет форум, где будут участвовать президенты стран, вице-премьеры, все министры, приедут богатейшие люди, и мы вас туда приглашаем, но, говорит Анатолий Дуанович, у меня к вам небольшое, скажем там, дополнение. Мы вас приглашаем не как автора технологии, не как изобретателя, не как даже руководителя компании Skyway, а мы вам предлагаем стать одним из руководителей этой торгово-промышленной палаты, возглавляет которую бывший президент Словакии, и стать почетным вице-президентом, и в этом статусе общаться со всеми шейхами, со всеми бизнесменами, кто туда приедет. А это будет крупнейший европейский форум за последнее время. Там очень планируется подготовить большое количество документов, и, соответственно, уже в рамках подготовки сюда уже планируется приехать 7-го числа богатейший человек Словакии, который будет именно партнером уже как Центр развития в Европе, Центра технологии SkyTech, и такие же центры обсуждаются сейчас в Индии и обсуждаются в Арабских Эмиратах в рамках вот этой Арабско-Словацкой торгово-промышленной палаты. Поэтому, друзья, видите, ни дня без новостей. Я не собирался сегодня включаться в Перископ, мы договорились, что завтра в Марьиной Горке, когда будут наши гости, когда будут... Да, еще комментарий один. Да. Чтобы все понимали, дорогие друзья, что сейчас было сделано. То есть настолько стратегически и дипломатично верно выстроены переговоры. То есть Анатолий Эдуардович подписал сейчас предварительное заявление, чтобы быть почетным вице-президентом торгово-промышленной палаты и сельскохозяйства арабских стран Словакии. И завтра будут переговоры уже с очень-очень серьезными людьми, которые организует мистер Морси. То есть представьте, насколько это будет еще более мощный эффект, когда люди приедут и они будут уже понимать и владеть информацией, что, считайте, Skyway уже член палаты арабских стран. Мнение будет совершенно другое. Это менталитет. Это менталитет арабов. И мы рады и счастливы, что у нас есть такие супер-дипломаты. Мистер Морси – это генеральный секретарь торгово-промышленной палаты. Там еще не просто торгово-промышленная палата, и сельскохозяйство. То есть это SkySoyle, это направление почвы, про которое мы будем говорить на вебинарах. А Франтишек Солар, наш лидер, это не только сетевой лидер. Про что мы всегда говорим на вебинарах? Что любой может стать каждым, заниматься адресными проектами, заниматься любыми направлениями. Франтишек Солар, на минуточку, он тоже вице-президент этой палаты. Но Анатолий Эдуардович является именно почетным, возможно, впервые в истории в этой палаты, именно вице-президентом. И это благосклонность к науке и к тому проекту, который мы все с вами развиваем. Все. Ну все, друзья, давайте с такой новостью мы сейчас заканчиваем. Завтра в районе 12 часов мы будем в Марьиной Горке, в нашем офисе переговоров. И я буду там уже как раз, когда сами переговоры, именно ту часть, где Анатолий Эдуардович будет делать основной доклад работы SkyWay, я обязательно включу, потому что еще раз скажу, друзья, я вот крайне пожалел, просто что я не настоял сегодня, чтобы сегодняшний доклад Анатолия Эдуардовича просто не записать или показать. Друзья, это уникальнейшая вещь. Вот я могу сказать, я никогда такого не слышал, просто никогда. И уж за 17 лет моей знакомства с Юницким вы можете мне поверить. Меня трудно чем убедить. И каждый раз Юницкий не перестает это делать. Потому что то, что я услышал сегодня, друзья, мы, конечно, это все прокомментируем, мы все вам покажем на вебинарах, все как бы сделаем, но это все-таки должно идти из первых уст. И я буду каждый раз настаивать на то, чтобы Анатолий Эдуардович позволял вот на таких встречах, не там, где обсуждается закрытая часть, бизнес-часть, где тоже много что обсуждалось, и по проектам, и по формированию там уже определенных институтов, структур, компаний. Это все, друзья, закрытая часть, мы это показывать не будем. Но там, где идет именно информация, где Юницкий доносит о целях и задачах, СкайТека, Экотехнопарка, какие цели и задачи ставятся сегодня перед компанией, как они будут развиваться и какие задачи. Это, конечно, друзья, просто уникально. Поэтому будем просить Анатолия Эдуардовича, чтобы он разрешал. Ну и сейчас, видите, я спросил разрешение, он дал, и мы вот этот сам момент показали сейчас вам в эфире. Потому что, ну, друзья, я считаю, что такие новости для Скайвэя, и то, что происходит, это совсем другой статус. И совсем другое. И сейчас, когда мы в мае месяце, там, в конце мая, дата сейчас определяют, завтра скажут, это самое, с приглашением, когда будет уже такая делегация. Единственное, друзья, что когда Юницкий будет стоять в этом ряду с президентом Словакии, с президентом Чехии, премьер-министрами, встречать бизнесменов, я вам, друзья, могу пообещать, что мы с вами в Перископе, в прямом эфире это увидим. То есть я думаю, что где-то рядышком мы где-нибудь притремся. Поэтому, друзья, давайте до новых встреч. У нас на этой неделе огромнейшее количество событий. Завтра переговоры. Отсюда мы сразу летим с Алексеем в большой форум транспортный в Чехии. Оттуда я лечу в Израиль. Переговоры у нас из Израиля, прям сразу возвращаюсь. У нас будет в Банско-Быстрице в Словакии большая встреча в форум. Потом мы с Алексеем разделимся, поэтому он летит... Сейчас я уже не могу сказать. У нас просто такой график сейчас, что... Потом будете все знать в Перископе, будем, так сказать, показывать. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Все новости, как я и обещал, мы вам даем, укладываем. Так что будьте со Скайвеем, скучно не будет. Это я вам обещаю. Все, друзья, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!